Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и пользуясь затишьем в игре, а именно отсутствием каких-то интересных новостей, все в ожидании черной пятницы, у меня наконец-то дошли руки заценить новый внешний вид на CS-63. Я не знаю, есть ли подобные видео на YouTube, не искал, но у меня прям дикое желание посмотреть, как это все выглядит в бою и в частности меня интересовало, а вот это вот не мешает в принципе по картам передвигаться в отношении обзора, ну и соответственно видеть своих соперников. Ничего уникально выдающегося в этом внешнем виде я для себя не нахожу, кроме вот этой подвижной детали, я так понимаю, такой себе мини-радар, ну и вот эти два крыла или два опахала, не знаю, каждый называет по-своему. Короче говоря, если их отсюда убрать, то особо смотреть не на штамм, кроме вот этой вот крутелки. Я хочу заехать в бой, ну и соответственно посмотреть, как это все выглядит. Погнали вместе со мной! Итак, друзья, поехали! Вот наши паруса, побыли чуть-чуть в раскрытом состоянии и спрятались. На этом пока все зрелище закончилось. Хотелось бы сразу обозначить, что данная катка это не попытка заценить CS-63. Абсолютно честный обзор на данную машину уже есть на канале, ссылочку я добавлю в описании. Заходите, посмотрите, если кто-то не знает, чего стоит данная тачка и думает над тем, качать данную ветку или не качать, то зайдите, посмотрите. Я думаю, что ответы на свои вопросы вы однозначно найдете. Я же хочу сейчас заценить исключительно внешний вид машины, ну и понять для себя, по крайней мере, и возможно вам показать, стоит ли оно того, стоит ли отдавать 6,5 тысяч золота за этот легендарный внешний вид для CS-ки. Пока для меня лично однозначно не стоит, потому что ничего в бою не происходит такого зрелищного и красивого, что можно было сказать, что это будет небессмысленная трата ваших золотых денежных средств. Поехали, попытаемся немножко дальше продвинуться. Как я понимаю, эта фигня срабатывает в начале боя. Что касается того, срабатывает ли она в самом бою, для меня пока непонятно. Потому что не исключено, что она вообще не сработает, а возможно она сработает исключительно тогда, когда я кого-нибудь уничтожу. Но для этого надо еще постараться. Надо найти какого-нибудь нам либо недобитка, либо, скажем так, сделать из кого-нибудь, из команды противников, недобитка и, соответственно, его успеть добрать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я не хочу, я не хочу. Хочу, не хочу, он что-то как-то не сильно меня слушает в этом отношении. Во, наконец-то, ТВПХ. Главное, чтобы он сейчас не слился. Поехали. Не могу не бросить урона, пока есть такая возможность. Хоть мы и зацениваем внешний вид машины, но все-таки полезным-то тоже необходимо быть в бою. Погнали дальше. ТВПХ, не убегай, пожалуйста. Дай мне тебя добрать. Мне очень нужен этот фраг. Итак, фраг. И ничего не произошло. Ничего, ребят, не произошло. Паруса не раскрылись. Но у меня очень-очень большой вопрос в отношении тогда целесообразности данного внешнего вида, если во время боя вообще ничего не происходит. Ну, то есть, вот я сейчас уничтожил уже второго противника, мы получили победу, и по внешнему виду вообще ничего не изменилось. То есть, получается, вся эта механика, если ее можно так назвать, ну, визуализация механических движений определенных частей на танке, она срабатывает исключительно в начале боя. То есть, вот паруса раскрылись, что-то там помельтешили и назад закрылись. Все. Ну, еще вот здесь вы сможете посмотреть, как это работает. Так или иначе, ребят, как я сказал, мы не зацениваем результаты, но я хочу похвалить наших ребят из команды, тех ребят, которые сделали максимальный результат. Они действительно крутые, крутые молодцы. Спасибо им большое за то, что качественно отыграли, ну, и докинули дополнительную победу. Не то, чтобы я прям там за победой как-то сейчас гонялся, но, понятное дело, что заходя в бой, безусловно, первое основное желание – это выйти из этого боя, безусловно, победителем. Вот такой вот он внешний вид данной тачки. И я, честно говоря, не совсем понимаю. Отдавать 6,5 тысяч голды за то, чтобы, стоя в ангаре, на это дело полюбоваться, один раз в начале боя увидеть два вот этих вот крыла или веера, или называйте, как хотите, и, в принципе, потом посмотреть только в результатах боя на эту визуализацию, я смысла абсолютно никакого не вижу. Если бы разработчики это оценили, там, я не знаю, хотя бы, хотя бы в 2,5 тысячи с золотом, и то под большим вопросом. А так 6,5 – стоимость порой даже годной восьмерки, ну, я лично сомневаюсь и очень сильно. Если вы за честность автора и честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, я побежал снимать специально для вас, ну, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok